Всем привет! Мы находимся в Тамбове. Мы сюда обещали приехать еще в мае, но сегодня сентябрь. За моей спиной около 30 автомобилей разного калибра мы собрали. Сегодня едем, у нас будут и лужи, и горки. Но самое интересное, что приехал с Москвы Ермак, привез две машины под заказ, которые будут сегодня показывать, наверное, что-то невероятное. Кстати, у нас здесь два дня, две серии. Прадик будет также показывать. Вы часто пишите в комментариях, что там что-то он не может, что-то он слабо ездит. Ребята, подождите сезон. Нам нужна грязь, нам нужны дожди, нужен снег. В общем, очень сложные условия. Поэтому давайте я не буду вас томить лишней информацией. Вы сейчас все сами увидите. Нам тоже не терпится увидеть, как этот Ермак сейчас утонет вместе с Прадиком. Погнали смотреть. Паша уже десантируется на ходу. Пашусик, вылазь. Ты понял, что это не шерп. Да, это... Это экстрим. Ты пьешься вот так, да? А, ты еще разулся. Это босиком, да. По-домашнему. Ты будешь сильно стараться. Конечно. Вася сказал, что пять минут осталось до горок доехать. Так. Но мы уже едем полтора часа, я не знаю с тобой. А что, вы увидели уже все, что ли, отменяется и обратно все два часа едем? Да она грязная. Чего она грязная? Что там машина? Нам же в ней не умываться. Давай, ты первый, и потом все 40 машин с тобой. Ну, погнали. Мишань, твоя очередь. Миш, только давай без этого нытья, как обычно. Давай, давай, поехали, поехали. А то тебя называют уже сахарный прадик. Сладкий прадик. Красавчик. Чье-то антикрыло, кстати, осталось. Да. За антикрыло зацепился просто. Базик у нас по-тойоту с комбинатором. Паджеро спорт, сток. Гранд Чироке полный, сток. Сток, да? Сток. Шип-пятый Воронежский переверкаш. Шип-сажгал. Чего тебе рассказать, как на БМВ правильно ездить? Расскажи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Задание несложное. Тут местные, оказывается, ездят, дачники. Лада Гранта. Галининский, езжай, левее. Левее, еще левее. Вот так, даст его. Левее, левее, левее. Гаду, гаду, гаду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Да сиди, не выходи ты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вадим, дай свой купальник пацанам. Ну, сейчас, мне надо в гермаке забрать. Вот они. Глянь, какой, беленький. Томбовские мажоры помогают пацанам простым наладить. По ватерлинию заехали. Ребята отчаянные, просто я в шоке. Это, получается, там, где молдинги, да, на Гранте. Это ватерлиния, куда можно погружаться. Покуда нельзя. Пацаны, мы вас уже не выпустим, вам только туда выезжать. Все, поехали. Погоди. Попал. 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 Нет, пацаны, не получается, вам придется выходить. Все, отвязывайте вторую попытку сразу. Отсюда раздуваемся с ланча. С 5 тысяч оборотов. У вас дренажное отверстие есть? Да. Попали на канал. Охренеть там воды. Брат, возьми руками ее вычерпывай, это с тряпкой намочит. А вон у тебя бутылка есть, бутылку набирай. Хорошо, выживание с пергрилзом. Я говорю, герметично тачку сделали, ничего не вытекает, ни капли не вытекло. Смотри, на сушек, на 3 года ее поставить. Ну так ведра и делают, воду носить. Говорят, что качество автомобиля лучше, чем качество лопаты. Но гнилую лопату я не видел ни одной. Пацаны, вы куда ехали? На отдых? Так давайте с нами на покатушке потерять ничего. Тут такое оффроу, что Лада Гранта местная просто показывает такую жесть. Да ладно. Вы все пропустили. Вы сейчас на видосе это смотрите. Ермак даже боится. Говорит, если не Гранта там едет, то как он поедет? Эффективно, но неэффективно. Куда мы куда поедем? Говорит, если кто-нибудь засядет. Говорит, если кто-нибудь засядет. А вон еще один джимник, смотри, оказывается. Кто-то засядет. Да ну, он на опыте. Делай контент, на тебя смотрят твои фанаты сейчас. Прада полный сток, 2,8. Кто будет нырять за номерами? Я видел, где он скрылся. Паш, ты за номерами? Да. Красный нынче в моде, да, Паш? Да. Второй номер не нашли. Будем новым способом искать. Навара с полного разгона плюкается в воду, и он подплывает на ручку. 926 потеряли. 600 нашли, а 926... Если мы знаем, какой номер, то уже проще искать. Со всего хода. Офродный ларек такой. Можно мне хлебушка и два сникерса? И два хот-дога, и кофе три в одно. Ларек, какая серьезная подготовка. Прежде чем проехать эту лужу. Все, можно забыть про номера здесь. Смотрите, у него в протекторе номер не заснял. Вы хотите трэш? Да. Нет, так это уже стрем. Сыграл тут. Бегающий прибор в самолете, да? Да. Наверное, в несчестном случае начинается словами. Смотри, где могу. Паша люк не задрает. Задай шли. Задай шли. Задай шли. Задай шли. Задай шли. Так что у нас будет? Номер от Гранты. Да вряд ли. А куда ты поедешь? Давай я даже взряду А ты лучше ездишь? Нет, на чужой машине лучше Сейчас посмотрим, подожди Моду берем Он уже смотрит объявления о продаже кран Сейчас тачку будет себе брать Он почувствовал вкус, грязь Вступил в группу ВК машины до 100 тысяч Какая у тебя тут хором? А то Обалдеть Тут даже разуваться надо Чтобы заходить В любую сторону открывается люк Можно рыбу даже ловить Заплыть на середину моря И открыть люк И ловить рыбу Это как лобовое И еще знаете, прикол в чем Вот это вот салон Можно поменять При наличии двух швей, знаем, за два дня Раз Какой хочешь По настроению Сейчас выберемся из леса Все думают, что у нас тут тягомотина будет Нифига, у нас в конце сегодня Будет киношный элемент Я не знаю, мы уговорим Вову или нет Но попробуем это сделать И, кстати, часто мы используем в наших видосах Особенно раньше Какие-то элементы Либо сюжетные части из фильмов Вот смотришь фильм, да И давайте так, угадайте Что у нас было перед Новым годом С какого фильма взято Кстати, вы вообще все его смотрели И раньше саундтрек постоянно я брал Многие даже писали, не могли угадать Что это за фильм Короче, там один чувак ездил по ночному там Нью-Йорку или что-то такое На тачке Он был такой крутой Они грабили Ну, короче, он типа как перевозчик Но не перевозчик И какую-то семью он там спасал Кто первый напишет в комментариях От меня будет респект И, кстати, можно найти сейчас бесплатно Подборку Абсолютно бесплатно Автомобильных фильмов И вообще любых Новинок, кино Всего мира Без всяких санкций Заходите на MovieLab Смотрите все фильмы Абсолютно бесплатно Без всяких подписок Очень сильно выручают Тем более сейчас Многие онлайн-сервисы Берут за это 500-800 рублей У тебя постоянно списываются с картой И это реально начинает раздражать Бесплатно зашел Либо Android-устройство Либо с веб-версии Либо там на телевизор установил И смотришь Регистрироваться Ничего не нужно Регистрация нужна только для того Она предусмотрена Чтобы вы могли в избранные Добавить свои любимые фильмы Либо сохранить историю просмотров Либо если вы хотите написать Комменты Также у нас под видосами MovieLab по ссылке в описании Ищите те фильмы Про которые я сейчас вспомянул Ну и смотрите бесплатно Фильмы Сейчас очень сильно Экономит наши средства Ну и кстати Подборка фильмов Отличается от тех Что допустим Ну я часто смотрю Разные сервисы Она огромная И там дофигища Просто фильмов Которых нет нигде практически Никакие санкции Ничего им там не страшны Ну и они обещают Не вводить никакой оплаты Ничего Все будет бесплатно Так что по ссылке в описании Переходите Жду ваши комментарии Я начал YouTube смотреть После того Как мне Василий Скинул ссылку На ваш канал С этими Вовскими горками А потом А потом Мы с Васей приехали Попробовали их все Все проехали Все проехали Это Какой мотор 3 литра 3 литра 177 лошадей Дизель Сейчас зарубимся с 4 литровым Просто сравним наглядно Потому что многие пишут разные вещи Сравнить с 3 литровым дизелем Что лучше У нас есть две одинаковых полосы Ага Песочные Ну И вы будете им меняться И кто лучше заедет Хорошо Раз Два Три Что за таксист Не подъезжай Реально Ну ты ему это Одна звезда Одна звезда А он тогда к тебе больше не приедет Ну левая чуть сложнее Полоса сейчас поменяемся Для того Чтоб все было правильно Готов 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 Мишуя получше едет Мишуя получше едет Еще перезаезд Есть только разгончик более Ну или мы можем тебе дать немножко форы Да разгончик Хорошо У Миши резина больше И стравленная Готов Готов. Обогнал все равно. Чуть-чуть не хватает. Ему притравиться на полдесяточки, на полатмосферы, и он бы заехал. Теперь очевидно, что четырехлитровый бензин гораздо лучше едет в горочке. Короче, я сейчас еще раз левую возьму для удовольствия. Говори мне, что делать. Отщелкать всех. Ну давай. Туарег. Не знаю, какой сейчас узнаю. Какой мотор? 3.0 дизель. 3.0 дизель, 234 силы. 225. Без чипа? Ну, экологию удалена и все. Хорошо. Давай, все, выбрал себе позицию. Да, что там, пониженную, как лучше. Ну я не знаю. Щелкни его. Конечно. А то все постоянно говорят, что ты нытик какой-то. Готов! Так, еще один готов. Ну а этого, походу, не пустила стабилизация. Причем правая полоса она проще. Едь на повышайке, перезаядь на повышайке. Хорошо. Стабу выключи. Стабу. Первую передачу заткни. Ща он включит повышайку. Сказал, что поддался тебе. Хорошо, будем еще раз пробовать. Повысит ставки. Миша вообще сдурел, видел? Ну, он уже по накатанной долбит раз за разом ему уже это... Его надо на правую сторону. Правая сторона, мне кажется, сложнее. Хорошо. Хорошо. Без шансов. Вот Тауре сейчас даже стартанул лучше. Вот видишь, такая же фигня, как и на Порше. Он вот не ехал, не ехал, а сейчас взял и поехал. Глянем, буксовал. Вставай на старт сразу. Миша, X5 берет 10 метров с зазора. Вообще без вопросов. Теперь сейчас будет вот так. А что-то у Миши... А, Миша сразу. Ты видел, вот уже там с этими сакробатическими пироэтами финиширует. Он в газету сидел, читал, что ли? Чего он так долго стреляет? Так, в чем дело? Не знаю, может, еще раз, вам тоже по МВМ режим, чтобы включить. Сейчас попробую. Что-нибудь достойное есть на американские 4 литра? Белый, бра-да. Может, японский? А он точно потянет? Он откурит. Да? Или ты откуришь. Попробуем? Сколько у тебя мотор? Какой? 4 литра. Горшков? 180. Свечей? 6. Попанул? Ну как так? А в подкрылках сколько пистонов? У вас не свой специалист, который тебе может рассказать. Наш специалист пока на костылях, но скоро он приедет. Лехе очень тем не хватает. Ничего, бережу, восстанавливай. Скорейшего восстановления ему. Тренировка у нас идет. Слабу, он сохраняется. А у него буксует, наверное, сцепление. Мишань, он тебя хочет порвать на Врэнгеле. Принял все там от этих, от гельминтов. Ха-ха-ха, конечно. Смотри, откуда разгон берет. Это же БМВ, им нужен всегда ланч. Сука, метров 200 до горы. Да. Красавчик. Ура. Он сделал это. Надо было ему драги дать. Ты видел у него наклейка менеджера Антона на стекле? Миша, вставай на Престейдж и ждем тебе соперника Врэнгера. Потом Ермак хочет с тобой. Потом Гранд-Чероки, потом Тугелло, потом все Сузуки. Че, на кого ставим, Врэнгер или Прадик? На Прадик. Теперь реально интересно. Вот это была заруба. Корочный король сахарный Прадо. Да ты его просто... Я бы хотел сказать, но... Ну, просто объехал. Да я за Врэнгер болел. Мне Врэнгер больше нравится, чем по этому. Готов! Готов! Паштарт был! Паштарт! И все равно. Охереть, четыре колеса. Видел, четыре колеса оторвалось? Да, да. Ну, Врэнгер умешает резина вот эта зубатая. Он сковыривает песок. Или далпливает. Да, а у Миши для этого резина лучше подходит. Че под капотом? 2,4 турбодизель. Сколько сил? 170. 170? 174? Думаешь, Прадик объедешь? Ну, вряд ли, конечно. Навара 2,8, 174 силы. Сказал, просто растрепет тебя. Миша уже пытается прыгнуть еще выше просто. Да, да. Мне кажется, надо уступить место. Уже не просто ему надо победить, а с каким-нибудь выпендрежем. Вы не хотите старой против нового Джимни, чтобы показать, что какие технологии там изменились? Попробуем заехать. Моторы какие у новых? Мотор мощнее у него на 0,2 литра. Нифига себе. На 17 лошадей. Давай, я за тебя. Нифига себе, я думал, у тебя арбуз разрезанный. А то. Давай, я за тебя болею. Против старого Джимни. Хорошо, я очень рад. Так они даже не проснутся, там пассажиры, да, если для них есть. Так, что, сегодня будем зубы проверять? Будем. А у вас стоматология какая? Центр современной стоматологии. Все зубы проверим, а потом на машину кататься. Тамбов есть у вас, да, всегда? Супер. Надо автомобилю передохнуть. Михаил, у меня кто-то зовут? Очень приятно. Да, у тебя зубы полечим. У меня все хорошо с зубами. У меня все хорошо с зубами. Да. Молодец, красавчик. Могу улыбаться. Оттал. Все вообще супер, да. Молодец. Антон все равно такой цветокор делает, что зубы все равно желтые. Старый чуть-чуть выигрывает. Ну, доказано, что новый получается лучше, да? Нет, желтенький выигрывает новый. На тоненького. Выбор очевиден, надо новый брать, да? Да. Ты неправильно делаешь. Ты когда наверху встал, выворачиваешь руль в одну сторону до упора. От задней передачи газ в пол. Не, а так не надо. Поменяйтесь полосами. Не, ESP наверху вырубается. Он хочет поменяться, говорит, а то нечестно. Поменяться? Да. Фальштар, что ли, был еще? Да, нормально, что там, плюс-минус секунда, они... Ну, и штили, я так не заехал. Я за тебя болею. Дэн, давай, я за тебя. Готов. Посмотри, кто выехал, кто проснулся. Ну, как проснулся, он же меня вперед пропустил. Он говорит, Юр, давай, ты первый, а я пока буду спускать колеса. Он же на круизе едет. Я, честно, не знаю. Гри-Ауди. Ты хочу, денег нет. Какую хочешь? ДТ-шку? Р-8? Да нет, мы хотим в Ку-7. Ку-7 нового. Престайлинг? Хотел издать. Давай, Крузака против Мазды. Сказал, уничтожить тебя просто. Посмотрим. Он говорит, тебя уничтожит. Все, поехали. Офигеть. Морис, 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 борьба. Нет. О, Паджеро. Готов. Спорт. Готов. Блин, ну на последнем, на последней ступеньке. Готов. Что, дизель на дизель, Adidas против классики, да? Конечно. Опа! Вот так вот. Это когда-то вообще не безучая полоса. Досадно, да? А Таурек, я думал, закопается. Его прям вначале начало водить конкретно. Тавара, Мазда, Си-Х5. Потому что окна не закрыл. Вызов. Нет, у нас предложение. Вы с Ермаком. На время переплываете вот эту вот. Что это, я не знаю. Водоем. А на том берегу вас ждет сюрприз с нашей стороны. Интересно, что ли? Мы переплывем, а что не переплывем? Вы уже стартуете. Мы это показываем. Зрители объезжаем вокруг. Все водохранилище. И там вас встречаем с камерами. Вообще великолепно. Кто впервые приплывет, того сильнее отпарят вениками. Всего-навсего. Ну, вам понравится. Ну, спасибо, спасибо. Конечно, поплывем. А куда мы? Мы чего сюда приехали? Я думал, он неповоротливый. У него и задняя ось подрули. Ну, а как же? Это же полноповоротный. Он и называется полноповоротный. Полноповоротный. Да, это же новая разработка завода Лесник. Не знаю, когда вы смотрите этот видос, возможно, уже зима. Но я хотел сказать, что нужно к сезону всегда готовить все свои тачки. Вот сегодня кто приехал, это все машины реально обслуженные. Мы это обсуждали, этот момент с ребятами. Часто мне в комментариях пишите, и я очень рад этому, что, Антон, спасибо, мы получили скидку от СТО-фильтр. Кто живет в городах, где есть СТО-фильтр, это очень удобно. Можно просто перед сезоном приехать, проверить свою машину. Во-первых, онлайн записаться. Приехали. Есть круглосуточный СТО-фильтр. Проверить полностью тормозную систему, антифриз перед зимой надо. Обязательно надо поменять масло в коробке, если это автоматическое ДСГ. В мостах нужно проверить масло, жидкости. Можно проинспектировать состояние аккумуляторной батареи. Обязательно свет перед зимой. Ночи будут длинные, день короче, фары надо обязательно проверить. Вся диагностика у них делается бесплатно. Также, если вы приобретаете расходники в СТО-фильтр, вы можете их также заранее заказать перед своим визитом. Все работы по их замене будут выполнены бесплатно. Мы, когда приезжаем в Москву за тачками постоянно, делаем сразу ТО, заезжаем в СТО-фильтр, ближайший к нам. Это очень удобно. И по промокоду менеджер Антон вас ждет очень хорошая скидка. Переходите по ссылкам в описании. Там вас ждет промокод, который вы назовете. Представите листовый фильтр, когда туда приедете, и вы получите очень хорошую скидку. Вообще класс. Прикольно. Ну, даже, знаешь, это даже не ощущается как бездорожье. Просто едешь и все. Не переключайтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ладно, ребят, фишка такая, короче. Посмотрите на всю окружающую банду, которая к Антону все же приехала покататься. Все они хотят нас утопить. Хотите? Конечно. А что такие скромные-то? Давайте аплодисменты. Топим! 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 Команда «Ермак» я вот люблю. Канал, они эти, авантюристы, хотел сказать, аферисты. Так, ребят, ну все, погнали, короче. Ну, а у вас же канал на YouTube есть, да? Да. Команда «Ермака». Вы там все время плаваете? Ну, почему плаваем? Ездим. У нас 12 построенных проектов. Они и ездят, и плавают. И даже летающих хотим построить. Ну, а долбежка там есть? Есть. Офигеть! Такой кандер, он чисто с закат уплывает. Да. Офигеть! Афигеть! Субтитры делал DimaTorzok Я думал, мы сюда приедем, уже здесь будет стол Уже всем плохо от того, как они отдыхают Нет, половину они проплыли Субтитры делал DimaTorzok Все отлично, все вообще круто Но, если честно, свои ощущения Когда мы вышли уже ближе к середине Было страшно Так что никому не нужно повторять Таких, как говорится, подвигов делать Сейчас сюрприз вас ждет Да? Все? Сейчас, Володя, нас ждем Все, спасибо Надо воду в мостах менять Не, ну мы благодаря тебе, конечно, и всем твоим друзьям Дорогим, любезным подписчикам Мы до авантюра Такую еще вбязались, прямо скажем Слушай, ну как тебе сказать Вот ты это видел, с нами плыл серийный вездеход У него лодка Он плывет за счет лодки У него лопасти на колесах, да? А нас все время... Машина ехала очень стабильно наша Прям вот как вы стоили Никаких проблем, ничего Похлопать надо, как они Настраивались на дать Спасибо, спасибо, ребята Но обратно мы не поплывем Мы не уговаривали А мы забыли сказать, что тут выезда нет Я понял Я недавно смотрел один канал Называется он Пароварня Я обожаю вообще баню И мы традиционно всегда после всех съемок Нашим каналом ходим Многие об этом знают Но я решил, что не нужно ехать никуда Можно прямо после Мероприятия Сделать это все душевно и правильно У нас есть партнеры, наши друзья Компания Прометал Которые делают печи для бани Чугунные Самые крутые в России И это, кстати, не шутки Они привезли вот этот трейлер Прямо к нам в Тамбов Они готовы с нами ездить И Брянск, и Калуга, и Москва И много других городов Поэтому присоединяйтесь к нам А сейчас я хочу вам все это показать И для эксперимента мы загоним туда Пашу Пропарим его хорошенько Покажем, что там все внутри Вы сейчас офигеете Мы делаем обзоры на фуры, да? С заголовками, что в кабине Мы сейчас покажем, что вот в этом трейлере Смотри, можно сразу отцепить На оффроуде долбить Прицеп оставить Он будет прогреваться все это время Пока все в горке залетают Те, кто увлекаются активным отдыхом Кто выезжает на природу И тем более ездить в экспедиции Это действительно мега-тема А теперь обращаю внимание Володе и Паше Правильный стол после бани Второй раз я у ребят катаю И всегда какие-то сюрпризы Во-первых, они шутят постоянно Но шутят так тонко, что ты не всегда этого понимаешь Как бы, да? Вот, а во-вторых, тебя всегда ожидают Такие интересные сюрпризы В конце, чтобы было совершенно не по плану А в чем преимущество именно ваших чугунных печей? И почему именно чугунные? Я печать тут ничего не понимаю У меня есть товарищ, который сейчас смотрит этот видос У него баня разогревается сколько? Полутора суток, да? И он говорит, что это правильно Я считаю, что там где-то час-два-три Вот как раз-таки эти печи подготавливают парную В среднем за полтора часа По поводу того, что какой материал выбрать И почему именно чугун Ну, давайте на вашем языке разговаривать Все знают чугунные блоки двигателя Которые отличаются своей надежностью Держат большие мощности Ходят очень-очень долго и так далее То есть чугун, это при правильной технологии При правильном производстве Это достаточно надежный материал Плюс он достаточно теплоемкий То есть, что нам нужно в бане? Это быстро нагреть Ну, относительно быстро И получить хороший пар Собственно, чтобы печь прослужила там 10-15 лет Поэтому вот в больших общественных Вот я перебью В модных банях Там говорят 4 тонны чугуна Там 8 тонн чугуна За счет своей теплоемкости И он якобы всю ночь греется газом А потом весь день отдает тепло Ну, в коммерческих банях, да Они вынуждены переходить на альтернативное топливо Это будет электричество, либо газ Ну, потому что в городе Допустим, в Сандунах, в Москве У них нет возможности топиться дровами Ну, это же ЦО, это дрова Это дым и так далее Газ, он в этом плане более экологичен И более доступен, скажем так Поэтому они греют чугунные чушки Большой массой и теплоемкости И получают с них пар А мы же говорим, что Знаете, являемся такими консерваторами Что в бане все-таки должна греть камень И получать пару все-таки с камней Камней, правда Да И вот наша задача Вот у нас есть чугунная ванная печь А внутри нее стоит нержавеющая камень Вот если мы посмотрим Вот эта вот сфера Вот здесь у нас ходит Там камни И температура камней, из которых мы получаем пар Она доходит до температуры 630 градусов В чем разница пара Обычного и необычного Допустим, вот этот пар вы не увидите Вы его почувствуете Когда поднимаете руку Вы поддаете 2-3 ковша И пар мягко опускается по руке Не жжет пальцы У вас не заворачиваются уши Вы не испытываете абсолютно никакого дискомфорта В бане вы должны получать удовольствие Не терпеть, находясь там То есть не будет такого, как, допустим, ребенок Когда, пап, можно я там подолью на камне? Не, не подходи, там ты ошпаришься Во-первых, у нас весь пар поднимается вверх То есть он не вылетает струями там Влево, вправо, вперед, назад Это безопасно Если вы не будете над ней вот так стоять и поливать То ошпарится практически никто Сделали ролик про детское парение У нас там самому маленькому гостю в бане Было 8 месяцев ребенка И он прям кайфовал Там видно по эмоциям Там вот с такими глазами Вот такая улыбка А парила Серегина супруга, Ольга Она специализируется на детском парении И кто-то детей носит в баню с месячного возраста Главное, чтобы семья была банная Это такое прям Ну, я своих детей приучил, а они прямо кайфуют То есть некоторые прям боятся Какие там веники, какая там баня Наоборот, когда мы поедем в баню? Постоянный вопрос А где, ну, купить, допустим Просто посмотреть хотя бы, какие модели У нас на сайте есть рубрика, где купить В котором есть адреса магазинов Причем по всей территории России Это здесь сайт? Вот там вот он находится А более того, мы сейчас распространяем такую историю Что предоставляем очень хорошие, ну, действительно льготы Коммерческие бани, чтобы человек перед тем, как приобрести печь У него была возможность ее протестить Есть, опять же, карта на сайте, где можно попариться И вы можете попариться там, заплатить какие-то деньги И при приобретении печи с сайта Вам эти деньги придут за счет И это будет уже, соответственно, баня Не та, которой многие привыкли Там с липкими и кожными диванами Да, приличная Да, семейная баня Семейная баня без алкоголя Программа пармастеров Хотите пармастером, хотите сами, пожалуйста Но это именно баня, где париться Где отдых, он, скажем так, вот именно банный Потому что используют там тоже Яндекс.Карты И другой интернет, там какие-то ресурсы Сложно понять, какая это будет баня В какую ты попадешь Тут до тебя, что вообще происходило Если семейная, то это кайфово Ты можешь всегда уверенно туда поехать Спокойно отдохнуть, расслабиться А не так же ты будешь сидеть и представлять Что там перед тобой творить Лучше даже не думать Давайте париться Пашку первого Прямо Пускай раздевает На самом деле, жестко париться Ну, это неправильно У нас многие привыкли там ветками хлестать Друг друга при температуре 120 градусов Ведро воды на К На самом деле, температура должна быть градусов 60 Ты просто влажностью уже баром Кайфуешь от этого, от всего Но это надо мне отдельный канал завести Про бани Я реально от нее кайфую Я туда хожу постоянно Я все это изучаю Так, и самое важное Только что договорился для вас Я знаю, что нас смотрят В основном взрослые люди Я знаю средний возраст, статистику И многие строят себе дома и бани всегда Промокод менеджер Антон Вы можете получить скидку 10% на печи Про металл И, кстати, вы можете еще поучаствовать в конкурсе Условия которого будут под этим видосом Туда перейдете, посмотрите, что нужно сделать, чтобы выиграть Призы также от компании про металл Я думаю, что вот эта информация реально для вас полезна Потому что, ну, каждый второй наш подписчик, с кем я знаком Они увлекаются банями и постоянно себе что-то строят Все, погнали Мы как в самолете президента, да, сейчас находимся Все так оборудовано Такой летишь Решаешь дела всего мира С шапочкой Береговоры Сейчас будем здесь переговаривать Как в яхте, да? Ну да Ты будешь переодеваться, я жду Да Включай музыку На монтаже Установили печь Сделали полностью пароизоляцию помещения Отделку Это термоальха С можжевельником Вот эти доски Это липа Печь Вот здесь Белый кварц И камень-змеевик То есть это природный камень Здесь Талькохлорид Это талько-магнезит Освещение То есть здесь потолок светится Стены светятся Кстати, я еще хочу сказать Здесь сейчас вот, ну Не то, что не выносим Здесь вообще комфортно В одежде стоит Но Это правильная баня Я сколько ходил К правильным пармастерам Ты заходишь Тебя начинают парить Ты комфортно себя чувствуешь Спокойно дышишь Ты не убираешь Умираешь от этого зноя И тебе потом постепенно подают порог Сколько ты начинаешь ослабляться И кайфовать Вот эти Задумываюсь Реально Надо второй канал нам открывать Да, пахнет Как этим Можжевельником Просто Какой-то, я не знаю Новый уровень ощущений Я бы не сказал Что мы В каких-то там Плохих банях Парились Мы всегда Выбираем место Для отдыха Достаточно Хорошее Но это Я не знаю Меня никогда так не парили Причем Вот я Это с первого раза Я зашел И Вот За один раз Меня отпарили полностью Не надо там Никуда не выходить Ничего Меня парили Восемью вениками Ребят Вашему мастерству Просто вот Жму руку Вы реально Крутые мастера Блин Ну сегодня реально Было круто Мы наконец-то Доказали Что Миша может Многие из вас Писали в комментах Что он не может Там Но вы должны понимать Что мы летом Не можем вам Продемонстрировать Какие-то там Супер-пупер препятствия Потому что нет Ни грязи Ни снега Ничего Это все наступит Буквально через месяц И мы будем уже По-другому кататься Совершенно другая будет Техника Но сегодня Прадо реально доказал Что бензиновый Был правильным выбором Что он лучше Чем дизельный едет Также мне очень понравилось И что был подбор Именно интересных автомобилей Их было очень много Что люди нашли Время приехать Что там Бог Всегда славится У нас интересными сюжетами Что всегда мы Что-то придумываем Ермак приехал Тут развлек Всех в округе Все пляжи Сбежались посмотреть Несмотря на то Что сегодня холодный Плюс 7 Он переехал Вот этот океан Для него это потрясение Так же как и для Юры Я думаю Что вам это все понравилось Отметьте это под видосом Нажавку на лайк Так что я еще хотел сказать Не покупайте В Тамбовской области В городе Тамбов Никогда Лады Гранд Серого цвета Я думаю Что если вы внимательно Смотрели эту серию Вы узнаете почему А вот еще одна причина Почему мы никогда Не приглашаем И всегда отказываем Квадрикам И мотоциклам Потому что с ними Невозможно ничего заснять Я думаю Что вам очень понравилось Всем до новых встреч А у нас завтра продолжаются Тамбовские приключения И будет я думаю Еще более жесткая серия Всем пока Команда Ермак Подписывайтесь на пацанов Они там в каждой серии Так долбят Не то что у нас раз в год Две шурмы Одна с сыром Одна с перцами Латая А экспресса надо? Ай блин Хотел жопой вперед вылезти